Всем привет, друзья! Это Радиус, мы во вселенной Lead Dangerous, и я приветствую вас на борту пассажирского лайнера Pelegrim. Наш пассажирский лайнер класса Anaconda буквально напичкан комфортабельными пассажирскими каютами первого класса. Еще нужно парочку поставить. Чем мы будем заниматься? Собственно, я попытаюсь сейчас добить наш исследовательский ранг до элиты путем выполнения пассажирских миссий. Короткие пассажирские миссии. Как раз посмотрим, влияют ли они на исследовательский ранг, повышают ли его. И нет лучшего места для выполнения таких миссий, чем система Quincy. Сейчас мы добавим еще две каюты, которые у меня здесь должны валяться. Черт, они не на этой станции. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я улетел на дальнюю станцию в Quincy, а у меня на ближней лежит еще две каюты шестого размера, тоже первого класса. Поэтому их нужно, наверное, доставочку-то их заказать сюда. Я думаю, на соседнюю станцию они быстро прилетят. Где они там у меня? Так, так, 1 час 9 минут, 1 час 9 минут. Это все мое дальнее оборудование боевое. Каюты я закупил в своей домашней системе, на Quincy каюты не продаются, насколько я понимаю. Давайте тогда сразу посмотрим и убедимся, что здесь кают... Есть пассажирские каюты, а с каких это хренов они тут оказались? Ух ты! А нахрена я все это тогда тащил? Даже каюты пассажиров первого класса есть, только пятого размера. И бизнес-класса шестого. Ну, давайте тогда поставим сюда парочку кают бизнес-класса. Хотя, все-таки, первого класса я хотел бы поставить, иначе мы можем потерять некоторые миссии высокооплачиваемые. А какие-нибудь привередливые пассажиры, которые летают только первым классом, попадутся. Вот, пять минут будет доставочка стоить, переместить на эту станцию. Пять минут можно и подождать. И вот еще пассажирская каюта первого класса. Перевезем на соседнюю станцию, на нашу каюту 6D бизнес-класса продадим. Подождем доставочки. А пока давайте посмотрим, что у нас с исследовательским рангом. Все-таки я его хочу. Первый проходит 47%. Следующий ранг уже элита. Нам нужно набрать первопроходца, вот, 53%. Давайте посмотрим статистику. Сколько же, какая сумма у меня исследовательская привела к такому рангу первого. Проходит 47%. 150 миллионов 282 тысячи кредитов. Именно столько я собирал данных о астрономических объектах, данных об исследованиях и продал их. И получил ранг первопроходец 47%. Сейчас мы попытаемся все-таки поднять его до элиты. Очень нужна элита, очень. Очень я устал от того, что на какую станцию не прилетишь, какого-то модуля для переоборудования, да не хватает. Нужен доступ в систему Шинрар-Тодержа, где на станциях есть практически все оборудование, которое есть в игре. Так, ну и одновременно мы покачаем ранг у империи. У меня уже Эрл 100%. Нужно поискать миссии. Давайте посмотрим доску объявлений. Может быть есть миссии на поднятии имперского ранга. На этой станции должны быть имперские... Ага, есть имперские фракции. И даже есть задания от них. Но на поднятии имперского ранга вообще в системе Квинси эта система не славится тем, что здесь встречается. Часто и вообще встречаются задания на поднятии имперского ранга. Нужно лететь в пузырь. Есть там у меня системка, бывшая моя домашняя, где мы прокачивали рейтинг в корпорации Слиндюваль. Имперская системка. И там эти задания дают... Хорошо дают задания на поднятие ранга. Тем более у меня там прокачаны репутации у минорных фракций этой системы. А здесь опять операция по установке во время гражданской войны. Ну вот это клондайк просто. Смотрите, просто сюда прилетаем. Берем раз, два, сколько? Три миллиона, четыре с половиной... Четыре с половиной, пять, семьсот, шесть, семь миллионов. Девять с половиной миллионов, одиннадцать миллионов, три миллиона. Это четырнадцать миллионов, шестнадцать, семнадцать миллионов и два. Семнадцать и два. Че это? Двадцать миллионов. Двадцать миллионов. Вот задание на двадцать миллионов. жесть просто я бы даже прям взял их все смогу ли их выполнить но у меня сайт вендер сколько дается на эти задания по времени жизни у я их однозначно беру три дня требуется срв я знаю что требуется срв я их все беру у меня сайт вендер на соседней станции конечно беру нам нужно прокачивать во первых ранг стопа я на пассажиров то не смогу взять миссии наверное все-таки ограничение есть на миссии на количество одновременно принятых миссий а тут их штукку сколько я там насчитал нет такой терять нельзя 20 миллионов сразу тут вот товары какие-то даются так посчитаем сколько миссии я принял они постепенно постепенно добавляется недельный бору с бонус в размере 1000 кредитов процессе дюваль все рейтинг у меня упал окончательно в корпорации слинг дюваль нужно его поднимать опять таскать это агитационные материалы и сделать это наверное все таки придется пока я не покинул эту корпорацию потому что на подходе у нас корабль имперский каттер который мы скоро я надеюсь можем купить и мне понадобится призматический щит 8 размера для этого корабля я их вряд ли буду использовать но пусть будет пусть лежит возможно я его потестирую на каттере так все раз два три 4 5 6 21 час ух ты вот это задание 7 8 9 10 11 12 11 заданий все нормально пассажирские миссии войдут вот это задание всего 21 часто сделать надо в течение суток задание не откладывать в долгий ящик что там у нас собственно прибыли наши каюты до каюты прибыли устанавливаем до что не магазин а перевозка и сюда итак раз два три 4 4 каюты первого класса и 1 каюта бизнес-класса а и у меня еще одно свободное отделение обязательно поставим 5 5 5 5 5 слот слот 5 размера даже 1 класса я бизнес-класса давайте-ка поменяем тоже на первый класс вот эту каюту д-класса на стоп не туда зашел усилители корпуса пассажирские каюты первый класс а 5 д у нас я наверное выкуплю выкуплю потому что 5 c слишком мало народу там выкупить проданные предметы здесь 10 человек бизнес-классе а там всего 6 в 5 c каюте я боюсь нам не хватит наверное все давайте идем загружаем пассажиров сейчас будет смешно если здесь не будет никаких заданий на пассажиров да не густо ну он смотрим в колонию вообще не вариант я больше в эти игры не играю вести пассажиров на другой край галактике а потом прилететь и запороть миссию так что то нет таких заданий такой ее нет мелких заданий вы посмотрите только крупные с большими суммами огненное небо на местный маяк то нет заданий а может потому что здесь война идет здесь много военных зон вот восхождение голена покручу я немножко сейчас в разные режимы и игры может слетая на соседнюю станцию миллер порт по еще такие задания и попозже вернусь пока уйду в паузу текс сразу хочу сказать фокус не удался оказывается здесь на двух станциях квинси нет а миссии на местный маяк то есть нет вообще от слов ой сильно мне не повезло видимо может быть это из состояния фракций местных здесь какие-то войны не знаю чем может это пофиксили как-то в общем халява не удалось я тут малость психанул и набрал пассажирских заданий недалеко за полторы тысячи за три тысячи световых лет от квинси четыре задания 2 на так называемую сильную же то есть планета с очень сильной гравитацией не знаю там наверное и разобью свой корабль одна миссия в уальдевы которую куда мы уже летали и 1 на некоторую достопримечательность землеподобный танец гигантом аж на 8 миллионов хотя лететь недалеко полторы тысячи световых лет все рядом все рядом вот сильная же меня смущает можно было еще одно задание взять какие-то горы там но она сильно внизу маршрут наш таков опять наступаю на те же грабли что и предыдущие разы но деваться некуда ранг элита нам нужен сначала идем сюда это достопримечательность по моему что-то там землеподобный танец затем идем сюда нет затем идем до сюда нет вот это вот сильная же первую очередь посетим эту планету если уж там разобьемся то не жалко будет остального времени вторая вторая достопримечательность землеподобный танец и наконец вальде вы вот здесь вот она по моему это у нас валь или наоборот вальде вы здесь до вальде вы здесь и чуть дальше у нас землеподобный танец какие поэтические названия миссий в общем опять я подписался конечно на путешествие сильно они мне поднадоели уже эти экспедиции но делать нечего я надеюсь это будет последний и мы наконец получим ранг элита единственное что мне нужно сделать это заказать подробный сканер поверхность прокачанный он у не торчит где-то моей домашней системе по моему на станции сейчас мы его закажем часок подождем пока он подойдет делом подробный сканер поверхности ракеты или его отдел вот он час двадцать подожду и полечу экспедиции думаю ничего интересного там не будет все тоже все те же только в профиль единственное наверное покажу как садимся на землеподобную фу на планету с большой гравитацией там по моему 9g это будет жестко то быть жестко есть вероятность что там и шарахнемся там и останемся переместить на эту станцию ну а так так в общем то вот такие пироги ладно ухожу в паузу и вернусь через наверное долгое время и таки в системе первой точки нашего туристического маршрута который называется большое же на орбите большой звезды по моему я здесь был знаете у меня такое стойкое впечатление в прошлых экспедициях мы уходим уже хоженными тропами по нескольку раз нет если бы я здесь был я бы здесь все изучил вот это здоровеннейшая планета 97 земных масс и 20 тысяч километров радиус мне с уже страшно сколько здесь солнц сколько солнц раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 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 солнц на орбите огромные звезды 103 солнечных массы и 18 солнечных радиусов звезда класса о вот это нихрена себе звезда голубой гигант и весьма какая-то я не знаю какая-то даже нелепая система столько солнц вращается вокруг газового гиганта но нам главное сейчас сесть на планету остальное все неважно главное выжить я уже миллионов пять наверное заработал на исследование все-таки перебрал я со скоростью давайте маневр торможения сделаем фиолетовая планета и где здесь маяк так стоп нам нужно маяк найти на вот сильная же зафиксировать назначение и отправляемся ух заходим по самолетному на двигателе полная полную энергию заходим хитро на маяк издалека так здесь супер круизе пока никакой опасности нет заходим как обычно если что планета очень большая в орбитальном полете мы будем долго лететь до значит точки какой-то на поверхности поэтому пока не вошли в орбитальный полет спозиционируемся на вот эту сильную же на маяк вот сейчас мы наверное можно заходить уже до наверное сейчас нам пока еще ничего не грозит здоровая планета блин кошмар можно скорость даже поднять я пока нахожусь в пределах безопасной скорости так давайте-ка повернемся что-то боязно блин если что сразу нос вверх и и драстеры давим драйвен на форсаж орбитальный полет отлично как бы нам не пришлось на маяк заходить спирали может не более пологий спуск надо было организовать так чуть скорость прибавить очень большая планета но что-то мне не хочется по ней ездить мы сейчас не будем высаживаться просто просканируем маяк зависнув над ним я надеюсь у нас это позволит сделать наш корабль надеюсь вот этот угол спуска будет не опасный давайте чуть ниже вот это сильная же зайдем вот так вот в орбитальный полет войдем чуть ниже ухты какая поверхность мерзкая планеты так сбрасывали с другой стороны мне далеко до маяка будет поэтому вот так вот выраем выравниваемся нет если тебе это не то ни хрена себе у меня скорость падения я надеюсь и сейчас смогнет Latin lol исправить с другой стороны 17 километров и очень быстро так 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 стоп все 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 хорошо все нормально все мы даже ская с маяк сейчас успеем просканировать или не успеем похоже не успеем пипец весело было вот и вся наша экспедиция на вот это было обидно реально ну что ж вторая попытка получить исследовательскую элиту будет уже наверное следующей серии обидно блин долго летел хрень какая-то ну их нахер этих пассажиров я наверное просто по исследую на 20 миллионов от наверное недолго будет не готов я к этому не хочу и всяких вот этих приключений там сядь на там супер-пупер планету жаль нету халявных миссий на маяк квинси полетая 5 кругами наверно господи как это все четко надо и начинает задолбывать ну ладно встретимся в следующей серии я надеюсь а пока всем пока друзья с вами был радиус а пока всем пока у нас